Незаконность производимой Рашкиным охоты вытекает не только из-за того, что он не обратился в региональный орган государственной власти и не получил соответствующее разрешение, но и также тем, что соответствующие квоты на ведение хозяйства, на ведение охоты на территории Саратовской области и в частности в этом охотхозяйстве выделено не было. В связи с тяжелым положением животного мира, где дикие особи этой категории являлись редкостью и в связи с необходимостью развития популяции была введена региональным органом власти нулевая квота и соответствующему хозяйству никаких разрешений выдано не было. После обнаружения самого Рашкина и его соучастника инспекторами охотхозяйства, как Рашкин, так и его соучастник, предприняли меры для того, чтобы ввести в заблуждение органы правопорядка и сообщили ложные сведения о том, что они охоту не вели, обнаружили тушу уже скончавшуюся, предприняли меры для его разделки и следовали в орган полиции. Но эта версия не соответствует действительности, я бы ее не назвал версией. Это откровенно ложные данные, направленные на введение в заблуждение органов правопорядка, которые опровергались всеми установленными обстоятельствами и в том числе, прежде всего, результатами осмотра места происшествия. На месте происшествия был обнаружен автомобиль, на котором управлял Рашкин. В автомобиле, напомню вам, обнаружена соответствующая туша. Также обнаружено холодное оружие, которое применялось для разделки туши. В непосредственной близости от места дислокации транспортного средства, при этом хотел бы отметить, что транспортное средство не принадлежит Валерию Федоровичу Рашкину. Оно находится на балансе коммунистической партии и использовалось для нужд этой организации. Но, как мы видим, в данном конкретном случае он решил использовать это имущество для своих нужд, в частности, при совершении преступления. В 70 метрах от места обнаружения транспортного средства обнаружено место забоя, которое осмотрено следователями. И также результаты осмотра привели к выводу о том, что расчленение соответствующей дичи производилось именно этой дичи, которая обнаружена у Рашкина. Далее, уважаемые коллеги, обнаружено еще одно место, место обнаружения тайника, в частности, в котором хранилось оружие, карабин, принадлежащий непосредственно Валерию Федоровичу. Следствием к этому времени, уважаемые коллеги, проведены целый комплекс мероприятий процессуальных, оперативных и экспертных, в результате которых было установлено о том, что те части туши, которые были обнаружены неподалеку, с туши, обнаруженные в транспортное средство, представляют собой единое тело. Более того, были обнаружены следы крови на боеприпасах, в частности, найдена была гильза и пуля, прошу прощения, со следами крови. В результате установлена баллистическая экспертиза, что это являются части одного боеприпаса и выстрелены именно из того оружия, которое принадлежит Валерию Рашкину. А как я раньше отметил, другие охотники, принимавшие участие в незаконной охоте, при себе оружия не имели. Совокупность этих обстоятельств, уважаемые коллеги, привели Генеральную прокуратуру к непоколебимому выводу о том, что Рашкин причастен к совершению этого преступления, точнее, к введению незаконной охоты, и непосредственно в нем принимал участие, причинил крупный вред и ущерб природе. Одновременно с этим, уважаемые коллеги, переходя к вопросу об административной ответственности Валерия Федоровича, хотел бы отметить о том, что прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов зафиксировали доступными им средствами состояние алкогольного опьянения у Валерия Федоровича. И в связи с этим, поскольку он являлся управляющим автомобилем, расположенного здесь же, обнаруженного, то они предложили проследовать ему, пройти соответствующее медицинское исследование на предмет опьянения в соответствии с кодексом административной ответственности. Однако депутат Рашкин отказался содействовать правоохранительным органам и отказался от освидетельствования. Данное обстоятельство и отказ, прозвучавший однозначно и недвусмысленно со стороны Рашкина, образует собой административное правонарушение, для привлечения к которому требуется получение согласия со стороны Государственной Думы. Наряду с этим, уважаемые коллеги, я бы просил вас обратить внимание, что помимо дачи согласия на снятие неприкосновенности и возбуждения дела, генеральный прокурор просит Государственную Думу дать согласие на приведение ряд следственных действий и избрания в отношении депутата меры пресечения, связанные с запретом определенных действий. Необходимость в данных мероприятиях усматривается прежде всего тем, уважаемые коллеги, что депутат Рашкин не сотрудничал со следствием, давал ложные и запутывающие органы правопорядка показания, вводил общественности в заблуждение, не выдал на месте совершения преступления образцы для сравнительного исследования и более того, как я неоднократно отмечал, скрыл орудия преступления с места происшествия. Более того, он хорошо знает свидетелей совершенного преступления и имеет возможность оказывать на них влияние. Те материалы, которые располагают, свидетельствуют, что вслед за ложной версией, которую выдвинул сам депутат Рашкин, вслед за ним аналогичную версию выдвинул и Александр Гношин, который его сопровождал и непосредственно участвовал в этом преступном мероприятии. С учетом изложенного, уважаемые члены комиссии, я в завершение прошу вас внимательно отнестись к внесенному генеральным прокурором в Государственную Думу представлению, точнее двум представлениям, и поддержать его и по форме, и по содержанию. Спасибо. Уважаемые коллеги, я действительно был приглашен на рыбалку и охоту друзьями-охотниками в Саратовский область в Колосогорский район, и 28 октября был на месте. Организатор в ходе наших бесед, разговоров, сказал, что охота открыта, разрешение есть, и можно охотиться. После моего задержания на месте разделки лося, мной было выявлено, что разрешение на отстрел лося, у приглашавшего, пригласившего меня на охоту матроса в Неву. По сегодняшнему Думу, я на сегодняшний день принимаю меры, раз уж так получилось, а это случилось, теперь мне это понятно, и инкриминируется, так сказать, охота без разрешительных документов, чтобы компенсировать причиной мной и животному миру ущерб, в размере, как написано в представлении, 80 тысяч рублей, я соответственно письменное предложение сделал комитету правительству Саратовской области, в комитет по охоте и рыболовству, чтобы они предоставили мне возможность, дали расчетный счет, и я перечислил туда эти средства. Более того, я учитываю, что, как было сказано представителям генерального прокурора, нанесен ущерб животному миру, я сейчас предпринимаю меры, уже практически на выходе, значит, решение о том, чтобы закупить лосиху, отвезти ее туда, в Лосогорский район, Саратовской области, и выпустить на том месте, где было совершено, значит, отстрел этого лося, для того, чтобы компенсировать и материальный ущерб, и животный, природный ущерб, который был нанесен, ввиду того, что, как бы, оказавшееся незаконным, введение без документов разрешительной охоты. Продолжение следует...